Небольшое село Барановка с населением в почти тысячу человек за 330 лет своей истории пять раз меняло название. Первый храм Казанской иконы Божьей Матери в Барановке был построен в 1899 году. Уже через три десятилетия его закрыли и разрушили. Духовная жизнь в селе возобновилась лишь спустя почти век. На месте разрушенного поставили новый деревянный храм. А способствовало этому чудесное явление Казанской иконы Божьей Матери. На куске обычной жести, которой покрывали бочку с кормом для кур. На железке было изображение. И поближе, когда я стала смотреть, там было еле заметное изображение Божьей Матери. Сначала там была просто железка. Просто железка была, потому что там ничего не было. Просто форма и все, и железка. А потом вот увидели, что именно там стала икона Божьей Матери. Мы эту икону сделали, на ней оклад. И теперь она у нас находится в храме в алтаре. Но вот ежегодно, даже несколько раз за год, батюшка возобновила эту традицию крестных ходов. Местные жители уверены, что эта икона была надвратной в старой церкви. И лишь чудом сохранилась. Крестные ходы в Барановке возобновились около шести лет назад. Со священием нового храма. И появлением в селе молодого священника Павла Покщаева. Как правило, сразу после праздничной литургии весь приход отправляется в пеший крестный ход, в намоленные места. Около трех километров пути по проселочным дорогам и оврагам. С молитвой люди несут свою местную явленную святыню. Эти места окутаны легендами. По рассказам старожилов, со ссылкой на их предков, в этих лесах в начале прошлого столетия прятались монахи Жадовского монастыря от богоборческих властей. Они жили в кельях-землянках и даже выкопали где-то подземный храм. Сделали все настолько качественно, что храм до сих пор не могут найти. Примерно на его месте и поставили люди часовинку, в которой и происходят молебны на каждый крестный ход. После чего отец Павел освящает воду и окропляет ей всех собравшихся. Ангел Бог Господь на всякое лето, схождаши в купели, возмущавши воду, и ежеперви владяши по возмущении воды. Неподалеку от часовни находится попов родник. Местные жители и паломники считают, что вода в нем не только самая чистая, но и целебная. На каждый крестный ход они запасаются живительной влагой впрок. Вода здесь целебная. В момент болезней, в момент каких-то трудностей можно будет испить эту водичку, помолившись, чтобы получить исцеление. Крестный ход в Барановке традиционно заканчивается общей трапезой. После долгого перехода и молитв людям, а особенно малышам, нужно было подкрепиться перед обратной дорогой. Дмитрий Гурин, Яна Восконян, видеостудия Барышевской епархии при поддержке новостей Николаевского района. Специально для Унправда ТВ.